Привет, друзья! С вами Братец Ву. Давайте сегодня поговорим о такой интересной вещи, вроде как на первый взгляд не очень сочетающейся, но тем не менее приобретающей все больше популярности, все больше эволюцию претерпевающую, как соло-настольные ролевые игры. За последние 10 лет вышло довольно большое количество систем, и сегодня я бы хотел вам рассказать о пяти, которые лично мой взгляд привлекли, и которые я для вас изучил. Первая игра, о которой мы поговорим, это игра «Колоссль». Это название которой образовано от двух слов, «Колосс» и «Кассл». И здесь, собственно, есть, вот видите, огромный замок, который ходит по территориям, а, собственно, сама территория и карта этой игры тоже довольно примечательна. Она вся расположена, словно бы, в комнатах огромного-огромного волшебного замка. Вот здесь, посмотрите, видите, биомы расположены в разных комнатах. И сами приключения, они проистекают внутри этого самого замка. Помимо этого, мне, конечно, эта игра очень понравилась своим визуальным стилем. Вы видите, как она выглядит, как мультики «Хаяо Миядзаки», очень мною любимые. Вот здесь особенно посмотрите на это. И сама по себе книжечка очень красочная, так что уже запускает работу фантазии. Сама игра выглядит как ведение журнала. Игрок приключается, претерпевает приключения и записывает в журнал деяния своего персонажа. Для генерации событий и боевых ситуаций здесь используется колода карт, обычная 52-картовая. Что нам еще потребуется для игры? Еще для игры нам потребуется ручка или карандаш, ноутбук для того, чтобы ввести журнал, стандартная колода игральных карт и Charactersheet или лист персонажа, который мы с вами сейчас вместе найдем. Он сам внизу находится. И мы увидим, что он достаточно минималистичный, что говорит о том, что серьезных сложностей в генерации и старте, вот он, возникнуть не должно. Вот здесь мы видим лист персонажа. Собственно, здесь вызовы, которые он встречает, его класс, его имя, сокровище, которое он нашел, инвентарь, equipment и его заметки о путешествиях. Эта игра предназначена как для одной сессии, так и для последовательных приключений, если вы будете их записывать. Здесь может быть и кампания тоже. и ваншот, как вам будет удобно. Она не предназначена для игры более чем одним игроком или персонажем, то есть она чисто синглплеерная. Основными плюсами этой системы можно назвать творческий и интерактивный опыт, который она предоставляет. Она довольно гибко и реиграбельна. И, конечно же, здесь в ней очень такая приятная визуальная и нарративная составляющая. Колоссаль у нас находится на пятом месте, хотя те игры, о которых я вам рассказываю, не расположены не по какому-то увеличению их привлекательности, а в целом это такая пятерка, которая каждая примечательна сама по себе. Идем ко второй игре. Вторая игра у нас называется Be Like A Crow. Это игра, в которой вы должны на себя взять роль птицы. Это будет либо ворон, либо какая-то одна из врановых птиц. Давайте посмотрим, какие здесь представлены. Можно играть за галку. Вот она за сороку, за ворона, за ворону. В общем, суть этой игры в том, что вы постепенно развиваете вашу птицу, она превращается у вас из птенца посредством преодоления разных препятствий в взрослую птицу. Чем она интересна? Она интересна тем, что мы видим здесь можно выбрать из нескольких сеттингов. Давайте познакомимся вместе, какие. Это может быть городской ворон, то есть приключения в городе. Киберворон в киберпанке. Готический ворон в готическом сеттинге. Фэнтези ворон в мире фэнтези, стимпанк. И Ravens of the Tower это и Ravens of the Tower это игра, которая говорит о сценарии в Лондоне 1800 года, который подвержен какой-то опасности и вороны должны спасти этот город. Что нам потребуется для того, чтобы начать играть? Нам потребуется колода стандартных карт, 52 штуки, плюс 2 джокера, бумага и ручка, или текстовый редактор, карта выбранного сеттинга. Давайте их посмотрим. Они расположены в конце. И правила игры, включающие таблицы и события задач. Сейчас прогрузится. Мы увидим с вами, как выглядит здесь карта. Это в частности Ravens of the Tower про Лондон. Здесь же мы видим расшифровка карт, локаций, выше Urban Crown это городской ворон, ну и так далее, выше Cyberpunk, Fantasy и все прочее. Эта игра поддерживает как короткие сессии, так может быть и компанией, которая расскажет о становлении вашей птицы из маленького птенца в здорового ворона. Игра разработана для одного игрока, но она также поддерживает кооперативный режим, когда несколько игроков рассказывают переплетенные истории своих птиц, сплетая их в общем в один большой нарратив. Переходим к следующей игре. Многие из вас начали свое знакомство с вампирами, я думаю, как и я, с книги Брэма Стокера о вампире Дракуле, где вся книга написана в форме или формате дневниковых записей. Вот эта игра Thousand Year Old Vampire или Тысячелетний вампир, она прежде всего зацепила, мой взгляд, своей визуальной составляющей. Видите, как она оформлена в виде такого дневника, взятого откуда-то из библиотеки. Помимо этого, в ней шикарный визуальный стиль. И сама игра, она идет в форме дневника, который отображает воспоминания вампира, за которого вы играете. Эта игра предназначена для одного игрока также, но многие компании приспосабливают эту игру для того, чтобы играть в группе, когда, например, в рамках одного мира приключается несколько вампиров, и как и в игре про ворона, они каждый ведут свои дневниковые записи, которые могут исторически пересекаться. Игра эта поддерживает как короткие сессии, так и длительные, поскольку дневниковые записи, вы можете в нее играть месяцами, создавая постепенно ваш собственный интересный и настолько глубокий, насколько вам это под силу или насколько вам это интересно нарратив игровой. Что нам потребуется для игры? Для игры нам потребуется один десятигранный кубик, один шестигранный кубик, бумага и ручка, естественно, или текстовый редактор для записи ваших похождений, и книга правил с подсказками и описаниями событий. Броски кубика в этой игре определяют подсказки, которые будут вам даваться для дальнейшего введения дневников. Давайте еще немного полистаем аппендиксы, чтобы посмотреть, как прекрасен и приятен визуальный стиль этой игры. В самой книге вы видите записи для персонажа вашего, для пометок, ну, а также записи, связанные с его приключениями. В этой игре, так как она нарративная, вам нужно будет английский для того, чтобы знакомиться с подсказками, знать получше, но, тем не менее, я думаю, для тех, кто владеет английским на базовом уровне, это будет уже очень интересно. Перейдем к следующей игре, предпоследней. Это игра, пожалуй, одна из самых известных в плане приключений соло-рпг. Это игра D100 Dungeon. В ней, как следует из названия, вам предстоит приключаться в таком процедурно генерируемом подземелье. Для подземелья есть в конце аппендикс, который вам дает перечень, вот он здесь, тех тайлов подземелья. И эти тайлы выстраиваются постепенно у вас на листке данжа, который может быть достаточно маленьким, то есть, не нужно больших пространств, чтобы в это играть. Поэтому вам потребуется эта книга для того, чтобы перерисовать отсюда как минимум эти тайлы. Что еще потребуется для игры? Вам нужна будет книга правил и таблиц, вам нужны будут карандаш и бумага для записи характеристик карт подземелий, вам нужно будет несколько десятисторонних кубов для бросков и генераций случайных событий, вам потребуется стогранный кубик, ну или десятигранники, которые отмечают десятки и единицы, ну либо это можно делать и на обычных до десятых, и также потребуют шестигранные кубики для нескольких проверок. Игра предназначена в основном для индивидуального приключения и основана, как вы здесь видите, на генерации случайных событий и случайных тайлов данжа. Игра поддерживает как однократную сессию, так и она делает упор на длительное развитие персонажа. Когда у вас персонаж растет, его силы прибавляются, он постепенно выносит из данжа разные предметы, которым позволяют проходить данж эффективнее, так что в принципе в нее тоже можно играть довольно долго и в одиночку. К этой игре есть великое множество аддонов, выпущены наверное пара десяток всяких дополнительных книжек, которые значительно расширяют как инвентарь, так и места, в которых приключения сами происходят. Так что если вы не боитесь таких процедурно генерируемых данжей, то я думаю, что эта игра вам подойдет просто прекрасно. И наконец последняя на сегодня игра, которая называется Iron Sworn. Она многими изданиями, во многих статьях, многими специалистами часто очень стоит на первом месте, потому что это очень гибкая игра, помимо того, что к ней есть дополнение, кроме фэнтезийного сеттинга, есть дополнение расширяющее приключения в подземельях и есть дополнение Star Forged, которое расширяет эти приключения, точнее адаптирует их под sci-fi сеттинг. Также, что в ней интересно, в этой игре есть несколько режимов игры, вот здесь это видно, это либо кооператив, когда игроки играют против системы, все процедурно генерируется, они приключаются, либо соло, когда игроки, игрок играет в одиночку и генерирует за счет правил свое приключение, либо это guided, когда один и более игроков становится протагонистами истории, и у истории есть гейммастер, то есть мы видим, что эта игра имеет достаточно классичный подход к правилам, который позволяет играть как в одиночку, так и небольшой группой, так и в принципе как классические приключения. Что нам потребуется для этой игры? Будьте уверены, что имеете перед началом два D10 для каждого игрока, один шестигранный для каждого игрока, опционально еще пару десятигранников для каждого игрока для использования оракула, это здесь одна из два основных драйвера в игре, это моментум и оракул, они задают темп и задают направление приключению, распечатанный character sheet или листок персонажа, и распечатанный набор карт, которые можно скачать у них на сайте. Также иногда здесь нужны будут какие-то каунтеры, но в принципе эти каунтеры можно использовать либо кубиками, то есть каунтер это когда идет подсчет либо очков какого-то события, либо отсчет через сколько это событие случится и вам нужно что-то, чтобы это считало. То есть это можно выполнить либо кубами, либо дополнительными фишечками, да чем угодно, хоть на телефоне записать. Как я уже говорил, многими специалистами и обзорщиками эта игра считается номером один среди всех, поэтому я ее выделил самый последний, словно водрузив ее на пьедестал среди тех пяти игр, о которых я говорил. Хотя в целом я не считаю, что какая-то из этих игр лучше, какая-то из них хуже, они все по-своему хороши. Я бы хотел еще бонусом вам про пару игр рассказать. Сейчас откроем. Первая из них это Джентльмен Бандит. Почему я про нее не стал рассказывать в общих, в общем топе, потому что у нее есть одно неприятное для нас с вами ограничение. Это игра, в которой вы пишете стих. Этот стих рассказывает о приключениях некоего джентльмена-бандита. Она использует также карты. В чем заключается эта неприятная страна, о которой я говорил? Мы видим, что здесь для стихотворчества используется набор слов, которые к сожалению на английском языке. Хотя я уверен, что если вы немножечко посидите и вам это интересно, вы можете либо просто их перевести, либо заменить своими словами. Это слова, которые вам потребуются для развития стиха, для стихосложения и для того, чтобы находить рифмы. Чем она примечательна? Она короткая, она очень творческая и она простая. Я ее не включил в топ, повторюсь, потому что в ней есть список слов на английском языке. И еще о чем я хотел бы вам рассказать, который не включил в топ, потому что это по сути не является самостоятельной соло-игрой. Это Call of Cthulhu Alone Against The Frost. Почему я ее не включил сюда? Потому что это правило на самом деле дополнение к ролевой системе Call of Cthulhu. Здесь нужна основная система Call of Cthulhu, но если вы хотите поиграть в эту самую Call of Cthulhu в одиночку, вы можете на нее сверху навесить вот это дополнение, которое называется Alone Against The Frost. И здесь тогда, выбрав одного из персонажей, вы будете приключаться на основе генерируемых случайных событий. И эта игра подразумевает соло-приключения, создание такого длительного интересного нарратива, который подходит для одного игрока, в отличие от основной системы. Уверен, те из вас, кто этой темой занимался, смогут в комментариях предложить еще не менее десятка соло-ролевых систем. К сожалению, очень мало переводов есть на русский. Если вы знаете, что есть переводы какие-то интересные на русский, тоже предлагайте их название в комментариях к видео, делитесь, будет интересно посмотреть вместе на то, что уже существует сегодня в русскоязычном поле. Если у вас есть также опыт игры в отдельной из этих систем, также пишите в комментариях, не стесняйтесь, будет очень интересно узнать о том, как вы в это играли. А с вами был Братец Ву и видео топ-5 ролевых систем для соло-прохождения. Живись долго, представьте. Всем пока!